Так, ну все, привет! Вот я и в Китае. Значит, выставка Гуанчжоу, Кантон и Ухань. И встречает, как всегда, мой друг Светлана, наш верный проводник по Китаю. Это для YouTube. А, это ничего себе, это все. Светлана, ты можешь привезти такой станок куда угодно? Конечно, обязательно. И на луну даже, да? Да, конечно. Не фиг делать. Да, да, да. Еще один станок, делай другую мочалку. Пошел. Это называется... Это называется голубь, если сказать. Голубь. Голубь. Да, голубь. Мы все съем. Короче, давно не было в Китае. Электричек, блядь, точно, реально 50%. Вот электричка, 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 электричка. За нами тоже приехала такая вот... Какая-то китайское чудо. Сейчас посмотрим, как оно там в нем внутри. У-у-у-у, царские покои. Марафет, да? А ну, блядь. Ничего себе. Ты не качала себе губы? Губы не качала себе? Уколы не делала в губы? Нет. Не делала? Нет. Так, друзья. Ну, еще хотел бы вас познакомить со своим давним товарищем Светланой. Светланой уже работаю 11 лет, наверное, где-то, да? 15. 15. Ё-моё, 15. У нас за спиной сотни сделок. Так что обращайтесь. Если что, кому надо с Китая, легко привезем. Есть компании зарегистрированные везде, да? Да. Так что звоните. Любое оборудование, любые товары из Китая, все что угодно, да? Да. Контакты оставлю снизу. Так, ну что, друзья, наконец-то добрались мы до рядов с сельхозтехникой. И какая же китайская выставка без китайских тракторов? Кстати, их тут не очень много, к сожалению. Мы пойдем на выставку потом этих. Поедем на выставку в Ухань. Там, конечно, побольше. Сейчас кругом обойду. Очень серьезный. Прям как Rolls-Royce. Так, запчасти. Подходил уже к ним, ничего толкового нет. Очень маленькая какая-то площадка этих всех тракторов, к сожалению. И сельхозтехники мало. О, вот эти, кстати, штуки, которые для посадки кукурузы. Где-то я видел в наших YouTube-каналах. Вот эта сеялка, которая сеет кукурузу. Так, всякие мотоблоки. Короче, выставка слабоватая, если честно. Думал, что будет побольше. Такие огромные какие-то мотоблоки для каких-то... Мотоблоки для спортсменов, что ли? Мотоблоки для спортсменов. Так, трактор, конечно. Тракторы разные. О, Русику Салматы, привет. Хочу сказать, что это похож на их чем-то. Трактор. Ну, даже здесь немного тракторов. Я когда был на выставке, на этой же выставке несколько лет назад, то было их намного больше. Всяких тракторов. Комбайны тоже. Ну, это все такое. Лавол вон стоит. Лавол. Короче, вот и вся выставка тракторов. И сельскохозяйственной техники. Вообще отсутствует, можно сказать, практически. Ну, ничего, мы поедем в Ухань. Самое сердце этих китайских тракторов. Вот они тоже какие-то тут брендов-то брендов, называется. Ну, кстати. Ничего, короче, сверхъестественного. Йота, наверное, нет? А, нет. Ну, тоже какая-то. Короче, вот и все получается по тракторам, да? Еще рядочек. О, вот это сидение. Для трактора сидение нормальное. Комбайны всякие. Это какой-то агрегат для посадки этих. Ну, для ящик, ящики ставить. Посадки каких-то этих. Рассад. Вот и все. И вся выставка Лавол. Блин, мало, конечно, сельскохозяйственной техники, свет. Тракторов нету, к сожалению. Зато есть куча тачек китайских. Такие вот ламба-двери. Все дела. Сейчас заглянем, как внутри. А ну-ка. Опа, присядем. О, ну что, прикольно. Обычно тут еще эти мониторы кружатся. Ну, двери, конечно, открываются-закрываются. Необычно. Такая вот тачка. Ну, что, прикольно выглядели. Так, чуть отбился от своей группы. Так, ну еще такой вот есть аппарат. Сразу к нему подойду. Видите, какой? Так вот, поднимается, опускается. Не пойму, как открыть. Ага, на кнопочку. Нажимаем. Да? Да. А, отлично. Нет, с Украиной. Ага. Такая вот тачка. Блин, ну вообще. Капец. Ну, круто, круто. Базара нет. Топ, открывается дверь. Закрывается. А ну-ка, если открывать так. Если еще раз. Блин, думал, она больше открывает. Так, что такая вот тема китайских машин. О, Светлана. Где ты была, Светлана? Что видела? Ничего не видела. Ну, еще буду снимать, показывать то, что мне покажется интересным. Тракторов нет. О, похоже на Porsche Panamera что-то такое, да? Какой это бренд? Света, как называется бренд? Ля. Вообще, да? И размерами, и... Блин, вообще. Панама. Можно сказать, один в один. Света, как бренд называется? Я не знаю. На китайском там написано. Как? Вайлю. Вайлю? Да. Ну, шикарно, шикарно. Ряднынка она поставила там. Вайлю какой-то, как они говорили. Но это не точно. Какой-то... Так. О, двери сами открываются. Это шикарно. Чувак какой-то за местом. Из кнопки, наверное, и закрываются? Да. Да, конечно. Вайлю. Так, ну что, идем дальше? О, батарейки. О, какие красивые. Так, сейчас узнаем. Хэлло. Хэлло. Короче, у Китая есть такой конструктор, который позволяет самому сделать электроавтомобиль. Они продают все комплектующие. Всякие там блоки управления, панель. Ты можешь сам сделать автомобиль, если у тебя хватит в мальчик. Такая вот система. Так, идем дальше. Для электроавтомобиль. Комплектующая для электроавтомобиля. Короче, такой Зиккер. Запас хода 800 километров. 120 киловатт батарея. 116 и 140. Внутри, конечно, прикольно. Я садился в него вообще. Супер. Так, второй день. Сегодня мы на выставке покажем немножко оборудования. К сожалению, первый день маловато было сельхозтехники. Так что сегодня решил пойти в этот стенд оборудования, чтобы хоть показать, какие приколы будут в Китае. Это вот с этой стружки делают такие вот мочалки. Станок делает такие мочалки. Прикольно же. Ну, мочалку он делает в проволоке. Там он наматывается проволока. Вот проволока. Где она? Где она берется? А, вот проволока лежит. Проволоку наматывает, наматывает, наматывает. И в конечном результате у вас получается такая вот мочалка. Прикольно же. А это еще один станок делает другую мочалку. Тоже так же проволока. Круто. Круто. Станок просто как автомат выплевывает в стаканчики делает. Вон бумага. Тут кусочки бумаги. Дно. Вот что-то там заживало. Будет включать дальше. Что-то там заживало у него. Гоу. Пошел. И все, и выплевывает их туда, оно уже сразу в упаковку. Буду снимать такие вам ролики. Про всякие китайские новинки. Такие дикие, можно сказать. Вот еще какие-то стаканы делает. Тоже станок один. Печатает стаканы. Много всего интересного в Китае, поверьте. Так, станок, который делает зажигалки. Ну, я так понимаю, не делает зажигалки, а что он делает? Пока еще не понял. Так, что он делает? А, производит зажигалки. Да, полный цикл. Е-мое. Упаковывает, одевает их, одевает на них вот эту верхнюю часть. Прикольно. Так, станок, который делает сладкую вату. Приходишь в меню, выбираешь, какую тебе вату надо. Соответственно, заранее заряжаешь сахар в него, всякие эссенции. И станок дает тебе сладкую вату. Блин. Все, как всего. Вот еще такой же станок, который делает сладкую вату. Есть станок, который печатает тебе на чехлах любые твои фотографии. Такой вот короткий стендик. А сейчас дальше покажу тут станок, который печатает тапочки и делает спонжики ватные. И я так понимаю, что это все делает один станок, скорее всего. А, он еще и маски делает. Это все делает один станок, представляете? Круто. О, коллега. Все они тут делают. Вообще прикольно. Каталоги выпадают. Короче, такие разные станки может вам привезти Светлана, мой друг из Китая. Пишите мне, звоните, дам ее контакт, и она все вам притянет. Так, станок печатает гвозди. Их просто печатает. Маленькие какие-то. А, это отходы. Ну, вообще, вон там гвоздики идут уже. Просто проволока. И станок, который печатает гвозди, блядь. Это вообще, как это, все быстро. Маленький станочек. Понятно, что в таких станков есть диапазоны. Он может печатать, там, допустим, там, в тройке, там, до пятидесятки. А уже какой-то, наверное, другой нужен, другой. Но, в целом, тоже несложно. Купил станок и делаешь гвозди. Такой бизнес. Конечно, количество токарных станков, лазеров, инструментов я вам не показываю. Это, само собой, имеется в виду. Буду такие эксклюзивы показывать. Вот такой вот мне понравился токарный станок с наклонной станиной, где закреплено прям сразу несколько таких этапов инструментов. То есть, есть вращающая голова, есть вот такие вот держатели инструментов. То есть, дает возможность за раз зарядить больше инструментов. И во время переоборудования, ну, замены этих деталей, не перестраивать станок. То есть, выбираешь программу, и за счет количества инструментов ты можешь просто сразу делать несколько деталей в смену, не вызывая наладчика. Классный станок, мне нравится. Так, станок тоже лазер, который применяется, вот, когда шьют одежду всякие там, режет и кожу, и всякие другие материалы, нарезает по раскрою, по, как это раньше надо было делать, лекало, а сейчас вот делает это лазер. Станочек тоже, кстати, очень интересный, который с арматуры гнет любые фигуры. Видите, да? То есть, он с арматуры может гнуть, вот такие вот всякие... Конечно, сразу вижу в моих глазах вот эти допотопные заборы из Советского Союза, но это же не для этого. Скобы там всякие может делать, всякие всевозможные эти... Изгибы, изгибы. Да, она хочет включить нам. Да, ну вот оно, как это все бывает. Другая какая-то программа. Все, thank you. Вот такой вот станок. Светлана может вам привезти. Светлана, ты можешь привезти такой станок куда угодно? Конечно, обязательно. И на Луну даже, да? Да, конечно. Нефиг делать. Да, да, да. Так, вот такие вот... Вот такие вот... В ТикТоке, в Инстаграме видно, как делаются такие штуки, всякие индусы делают это на колене, через колено. Так, для этого всего дела есть вот такой вот станок, который умеет это делать. Вот так он выглядит просто. Ну, довольно просто. Все дело вот в этой форме, которая индивидуально под такую каждую кастрюлю. Она для этого и есть. Так что так вот выглядит такой станок, который умеет делать такие... всякие посуды и... такие скатаемые детали. Вот тут есть видосик, как это выглядит. Сух, сух, все. Ну, и, конечно же, куда же на китайской выставке без таких штук? Много, кстати, было агродронов. Прям не только один VGI. Видел вчера около 10 разных компаний, которые производят агродроны. Есть такое... про то, что я когда-то мечтаю, как будет на наших заводах. тележки, которые умеют сами перемещаться по заводу. Которые ездят с пункта А в пункт Д. Привозят комплектующие, детали. Как вот это все выглядит. Они ездят... На полу есть точки, и они от точки к точке передвигаются. Конечно, всегда найдется тот, кто хочет почудить. Ну, а что, если вы не знали, как делаются ваши мешки для муки, селитры и всего остального, то это делает вот такой вот станок, который помещается в гараже. Нитки. И все. Дальше он там, он его... Поворачивайся поскорей. Дальше вот такой вот рулон, и потом режешь и шьешь, какие тебе размеры надо. 3 килограмма, 5, 10, 100. Такой вот станок. Такие вот умеет делать мешочки. А вы знаете, какой объем можно сделать? Обычный мешок, или можно большие бигбеги? Так, ну вот же, еще одно лакомство для детей. Называется Bubble Tea. Вот этот станок, который делает Bubble Tea. Bubble Tea? Bubble Tea? Где Bubble Tea? Вот этот станок, который делает Bubble Tea. Представляете, вот как это все происходит. Не совсем, конечно, красиво визуально, но... Окей, окей. Bubble Tea. А вот станок, который делает еще какие-то эти все червяки, блядь, и всю вот эту штуку. Bubble Tea. Как всегда, видишь, что я клиент, уже у меня сумка такая серьезная, и когда уже я получил эту сумку, я уже стою мишенью для того, чтобы мне напихать таких каталогов. Так, а что это такое? А, это сушка чипсы, чипсы, фруктовые чипсы. Будет, шумит. Ну, еще один станок, который делает стаканы. Покажу. Тоже, все быстро. Шпок, 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 шпок. И стаканы только летят он вверх. Так, есть станок, который протачивает тормозные барабаны. То есть, все просто, выставил. Ну, я, правда, видел в Алма-Ате, ребята это делают прямо на машине, но, тем не менее, есть такой станочек. Выставляешь себе сколько надо, тут регулируешь, как на токарном станке. Сдвигаешь, выдвигаешь и все. Гнет любые пружины. Мне кажется, такой тоже нам можно рассмотреть. Не знаю, правда, до какой максимальной толщины это может происходить и как это все тут делается, но так вот это происходит. Прикольно же, да? Супер. Так, тут заодно можно сожрать шаровую пиццу, да? Такой вот. Возьми, Свете. Вот, так вот. Так, значит, такие вот еще есть сварочные роботы, которые умеют варить. Есть поворотный стол. Показывает сразу он там сварочный шоу. Такая вот серьезная машина. Вот она перемещается, туда цепляешь какую-то деталь. Он крутится по всем осям. И сварочный робот может поварить. Кстати, на нем установлена лазерная сварка, я смотрю. А там он, кстати, есть... Там он обычная сварка стоит. Вот обычный сварочный аппарат, который проваривает какую-то металлическую балку, но здесь нету поворотного стола, но зато эта штука двигается на портальных таких рельсах. Так что такое тоже есть. Тоже, думаю, недорого. Даже практически уверен. Так, ну еще один интересный такой стенд. Видел эту сейлку кукурузную. Думаем, может быть, на нашу вот эту сейлку маленькую, которая 3 метра навесная, там, 2,4-1,8. Можно, в принципе, установить вот такой вот барабан, с бака подать зерно. Ну, такая вот идея. Что вы думаете? Пишите, если что. Можем таких там барабаны установить и сеять. Ну, это так, как говорит один мой хороший знакомый в порядке бреда. Свет, спроси у него, что делает эта машина? Смотрю, тут есть семочки. Взвешивать? А! Каждый пакет сколько веса и упакован. Ага, это упаковочная машина. Е-мое. Такая маленькая. Сколько пакетов делает в минуту? 80 пакетов примерно. В минуту, да? Да, в минуту. А оно и запаковывает? Если 100 грамм. А, 100 грамм 80 пакетов в минуту. Так, ну, еще тут заметил кое-что интересное. Не знаю, насколько это эффективная штука. Лазерная очистка металла перед покраской. Конечно, лучше автоматический дробеструй. ну, мне кажется, это долго и дорого. По краске работает. Для нас специально демонстрирует. блядь, воняет. Ну, такое вот мероприятие. Пишите, что вы думаете про это. Так, значит, такая вот роботизированная рука всего лишь 8 тысяч долларов может стоить на сегодняшний день. умеет работать со сваркой. Спроси, они тоже производят сварку, они могут продать вместе сваркой сколько будет стоить со сваркой. Ну, 1 миллиметр, ладно. нам, скоро нужны будут такие штуки, я так подозреваю. Раньше было это очень дорого, каких-то безумных денег стоило, а сейчас ну, понятно. 10 тысяч долларов, да? Ну, нормально. Так, еще один интересный станочек, который делает вот такую вот гофрированную трубу. С одной стороны заходит проволочка, а с другой стороны заходит вот эта лента. Ну, все, и оно накручивается, накручивается, и мы имеем вот эту вот самую гофру, как мы ее называем. Всего лишь навсего, никакой не завод, гараж, в гараже это помещается. И Светлана вам это привезет еще раз напомню. Так, что, друзья, вот и закончилась кантонская выставка. Она, конечно, была не такая интересная, как я ожидал. Все-таки было больше товаров, которые уже готовы, изделия. Мы искали электродвигатели для своих электроприводов, искали запчасти сельскохозяйственной техники. Например, Джон Диру, вы же знаете, что мы в Казахстане возим бэушную технику с Америки. Ну, я думаю, что сельскохозяйственная выставка в Ухане, в которой мы поедем и будем вам показывать, как там происходит. Все-таки мы там, я думаю, найдем какие-то нужные для себя детали к этим Джонникам. А моторы мы поищем со Светланы в интернете. И мы же сейчас находимся в городе Иу. В городе Иу есть рынок Футянь. Здесь самая большая действующая постоянная ярмарка, где каждая кабинка есть представительством завода. Так что так вот. Ну, все, друзья, тогда на связи. Все нормально, только у меня я не красная, я жирный кламм. Не переживай. Все видят, какая ты красотка. Вообще. Ужасно. Ну, все, ремсинтез на связи. Всем пока.